м всем привет с вами ян ефремов и сегодня мы будем играть в фаркай 3 вот я вкачал фаркай 3 и с ним пришло дополнение фаркай 3 редактор сегодня я вам и покажу что это такое а так вот у нас а когда это новая карта тут мы будем строить всякие здания будем строить и мы будем ставить сюда людей для начала мы включим генерацию и и конечно же я не знаю что это такое но с помощью этой генерации мы можем добавлять сюда живых существ то есть животных наших и лагов вот смотрите я умею млаждебные наемники ставим допустим от самого обычного вот поставили ставим еще одно можно нажать кнопку добавить несколько объектов м с помощью этой кнопки вы можете нажать один раз на объект который вам нужно добавить и тыкать его сколько захотите вот вот и возьмем вот одного вот такого теперь смотрите м нет просмотров настройки редактора тут можно сделать всякие дополнительные настройки допустим показывать туман адаптивная экспозиция м показывать воду показывать коллекции показывать значки объектов включить звуки показывать сетку неуязвимость в игре невидимость в игре невидимость в игре невидимость в игре невидимость в игре мы это включим нет невидимость не выключим связывать объекты с ландшафтом автор привязка к объекту к ландшафту инвертировать обзор с мышью инвертировать наклон мышью инвертировать я вам вообще не советую Это очень сложно так играть, вообще невозможно. Так, и добавим мы двух своих. За третьего будем мы. То есть я вот как командир получаюсь, да, а вот они солдаты. Так, держите CTRL, CTRL, CTRL. И нажимаете кнопку G. Вот вы в игре. Вот они начинают стреляться, да, вы тоже стреляетесь. Все, мы победили. У нас тут налозовое время. Смотрите, тут еще можно делать, а, нажимаете на Escape, вы снова выходите к редактору карты. Вы можете добавить какой-нибудь транспорт. Так что вы можете добавить всякие украшения. Вот допустим дела, но, конечно, не украшения, но это, как, считается, как декорации. Вот добавим павших бойцов в бою. Вот что-то такое повешение. Вот, конечно. Вот, конечно. Ладно, это все фигня. Вот смотрите, вы можете добавить всякие башни. Допустим, вот. Тауэль Снэк 02 называется. Тауэр 01. Вот это вот такая вот башня. Сюда вы можете поставить снайпера. Сейчас мы это и сделаем. Поставим дружеск у враждебных снайперов. Привейтер снайпер босс. Кстати, в обычном Far Cry можете определять вид врагов по фотоаппарату, нажимая кнопку Z. А тут нет этого фотоаппарата. Но вы, как в обычном Far Cry можете просто прицел держать на враге и тогда определится его вид. Тут можно делать еще оружие. Любое. Патроны тут бесконечны. Вот мы сделаем. Махпогасим, СВД, СПАС-12, СКОРПИОН. Пока это еще сделано. Ну все, почему-то они в песке лежат, я не знаю, но... Ладно уж чем. Так, берем мы транспортные средства. В основном они тут садятся только вот all-jip turret и... 4 на 4 turret. Мы поставим 4 на 4 turret одну штуку. И поставим all-jip turret одну штуку. И начинаем бой. Что там упало? Ладно, в основном ПГ. Сейчас мы просто... Долбанел хорошенько и все. Ой, мы в воде. А, бежит. А, на самом деле смертный начало. Так. Вот. Мы из своих убили всех, но это не имеет значения. Так же, как и в игре, если вы попадете в своих, то... Как бы... Ой, как сказать, то и свои и враги будут охотиться за вами. А вот это я вообще не люблю это делать. Я хоть и повешал, но все-таки мне не нравится. Особенно, когда в флаг края играют, зайдешь куда-нибудь. Ну, все. Все. Всем пока. С вами был Ян Ефремов. И подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.